Какое-то время мы виртуально на расстоянии чувствовали, что мы семья. Я неоднократно стоял здесь и представлял, что однажды Господь даст нам благодать. И мы все же соберемся вместе, чтобы поклониться и прославить Господа. Сегодня особенный день еще и потому, что мы празднуем День Сошествия Святого Духа. Аминь. Вспомните, когда Иисус предупреждал и подготавливал своих учеников. Он говорит, ну вот мы вместе и нам хорошо. Вы должны понимать, что придет однажды то время, когда я покину вас. Мне надлежит это сделать. Но я хочу вам заранее сказать, вы не переживайте особенно, потому что хуже вам от этого не будет. Наоборот, вам будет лучше. Ибо если я пойду, то я вернусь. Вернусь во Святом Духе, чтобы быть с каждым из вас. Чтобы вы меня ощущали. При том, чтобы вы не чувствовали это чувство сиротства. Оно не должно быть вашим близким, знакомым. Это не то состояние Духа. Я буду обитать в вас, и вы почувствуете мое присутствие. Вы почувствуете сердце Отца. Оно будет с вами. Вы никогда не будете сиротами. Поэтому я поздравляю вас, дети Божьи, сестры и братья. У нас один Отец, Который на небесах. Почему? Потому что Святой Дух, Который в ваших сердцах, свидетельствует Духу вашему, что вы дети Божьи. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Как-то не так давно я заметил одно такое интересное высказывание одного из специалистов по юмору, по критике. И в части нашей общей жизни он вот о чем размышлял. Он говорит, знаете, среди нас в русском языке бытует такое пожелание. «Желаю тебе счастья в личной жизни и семейной жизни». И он говорит, мы настолько привыкли к этой фразе, что мы ее отправляем друг к другу в текст-месседжах, в открыточках и даже не задумываемся о сути. А ведь если вот поразмыслить, то получается как? «Желаю тебе счастья в твоих двух жизнях». Вот в твоей частной жизни и в твоей семейной. И он говорит, а объясните мне, пожалуйста, а можно так вот в личной жизни быть счастливым, а в семейной никак? Ну, такое может быть. Какое ощущение? Ну, невозможно. А можно наоборот. Вот в семейной жизни ты просто счастлив, все замечательно, а в личной жизни веревку ищешь. Ну, как-то оно не состыкуется, правда же? Уж привыкли, а так не работает. Потому что есть мои личные переживания, мой внутренний мир, и есть семья как пространство, в которое поместил меня Господь, где я живу и тоже наслаждаюсь. Поэтому, если я счастлив в личной жизни, значит, и в семейной счастлив. Если я счастлив в семье, значит, и лично я счастлив. И никак не по-другому. К чему я об этом говорю? Потому что, знаете, когда мы размышляем о Духе Святом, естественно, как следствие проявления Духа, дары Духа Святого. И вот в этом ключе мы, дальше размышляя, понимаем, что, соответственно, есть и служение в Духе Святом, и служение в дарах Духа Святого, и служение, исполненное Духом Святым. И в этой связи у меня возникает вопрос. А как вы думаете, может быть человек, который служит в дарах, наполненный Духом Святым, проявляется Дух Святой, а в личной жизни плотяга? Вот в церкви тут дары через него проявляются, а он потом переступил через порог церкви, пошел и уже там на кого-то гаркнул, на кого-то тупнул, на кого-то еще что-нибудь сделал. Как-то может быть так или нет, как вы думаете? Задумались. Или наоборот. Где-то в жизни побеждает все, радуется, делает добродетель, наполнен Господом. А в отношениях с Богом, в церковном обществе, ничего, пустой, мертвый, никакой, надо будить, воскрешать, не работает так. Я к чему хочу сказать? Я размышляю над вопросом, что обетование Господнего. Господь благословил нас, как свой народ, как своих детей. И пообещал, что Дух Святой, Его сила, Его благодать и Его помазание будет пребывать с нами и среди нас будет. И Он имел в виду, что это обетование принадлежит мне. И если Дух Святой меня наполнил, если Он во мне, в моей жизни, то понятно, Он будет проявляться и в моем служении. Если Его нет в моей жизни, и Он не присутствует, как должно, тогда и мое служение будет не очень. Поэтому я хотел бы сегодня в нескольких мыслях поделиться все-таки главным Господним обетованием, которое Он обещал нам в нашей повседневной жизни. И эта благодать Духа Божьего, присутствие Бога в Духе Святом, она будет проявляться у нас везде и всегда. Я хочу напомнить то, что описал очень так широко евангелист Лука, комментируя притчу Иисуса Христа. Луки, 15 глава, притча о блудном сыне. Помните? Я буквально один кусочек оттуда возьму в качестве иллюстрации. И когда сын блудный оказался у свиного корыта и осмыслил, что в жизни все не так, он решил, я возвращусь и пойду к отцу. В каком статусе? Да хоть в каком. Хоть немножечко у порога. Это уже лучше, чем там, где был, чем там, как есть. Он поднялся, собрался силами и пошел. И тут, когда они встречаются с отцом у ворот, отец встречает его, обнимает его, принимает. И что отмечено в этой истории? Отмечено следующее. Что отец принял его, потом сказал слугам своим, дайте лучшую одежду. И, наконец, третье, он сказал, а где перстень? Взял перстень и одел на его руку. А потом? А потом говорит, ну все. Теперь время праздновать, потому что сын этот был потерян. Его не было у меня. И теперь он вернулся. Теперь он у меня снова есть. Что мы будем праздновать? Будем праздновать сыновство. Принадлежность. Будем праздновать статус, который сегодня получил этот молодой человек. Обновил свой статус. Фактически, там показано, если так внимательно, три определенных шага. Первый шаг. Когда он пришел от свиного крыта, то по умолчанию ясно, что его отмыли, отбрили и перевели в порядок. Потому что лучшие одежды, ну, одевают на подготовленного человека. Второе. Ему дали одежду и обувь. Третье. Ему дали перстень. Как следует это понимать духовно? Все эти этапы проходит каждый человек. Вырываясь из греховного мира и направляясь в Господнюю семью, направляясь к Отцу Небесному. Он омывает нас. Независимо ни от чего. Сын готовил аргументы. Ну вот я там решил, так сказать, речь свою. Отец даже слушать не стал. Он просто бросился в объятия и принял его. Это сердце Отца, которое принимает каждого из нас, вчерашнего, кающегося грешника в свои объятия. Он омывает нас от наших грехов, от нашей вины, от наших преступлений, от этих всех дурных запахов и прошлой, вчерашней грешной жизни. Для чего? Потому что у него есть намерение. Намерение достать лучшую одежду праведности и одеть ее на нас, чтобы оправдать и осветить нас для себя. Я понимаю, что по вере мы это приняли. Господь дал нам, мы не заслужили. Он благодатью свою омыл нас от прошлого, благодатью свою оправдал и сделал нас своим народом. Но постойте. Он решил еще что-то сделать очень важное. На этом все не заканчивается. Перед тем, как мы будем праздновать, перед тем, как у нас будет застолье, он снимает перстень и одевает его на руку, на палец своего сына. Что это значит, эта самая печать? Это запечатление. Запечатление Господом и Господней благодатью. Он это сделал для нас своей милостью и своей благодатью. Друзья мои. Когда Иисус поднимался от земли, Он сказал, придет время и меня не будет с вами. Но вы не почувствуете себя одинокими. Святой Дух придет. И первое, о чем напомнит вам Дух Святой, что вы есть мои дети. Потом, через некоторое время, Он будет писать в церкви в Рим, Он скажет, и сей самый Дух, который вас, Он будет свидетельствовать Духу вашему, что вы есть дети Божьи. А если дети, то и наследники той самой благодатной жизни. Я сегодня хочу оставить одну главную мысль. Помимо спасения и оправдания, Он дал нам усыновление. И Он Духом Святым запечатлил нас, как своих детей. Я хотел бы, чтобы это отпечаталось в сознании каждого из нас. Я сочетаю некоторые тексты, которые об этом говорят. Священные Писания говорят нам, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши. В Коринфянам, на втором послании, Ефесянам апостол Павел пишет, в нем вы услышали слово истинное благословение вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Это тоже обещание, которое дает нам Господь. И есть много подобных мест. Духу Святому, помимо того, чтобы проявлять дары, помимо того, чтобы делать другую работу в нас и через нас, очень важно было сфокусироваться на главном. И каждый из нас очень важно должен был для себя это отметить, когда мы пришли к Богу в каком статусе. Да, мы Его народ. Но я хочу ободрить каждого из нас и сказать, друзья мои, в это непростое время, в этом непростом мире, мы не просто Его народ, мы больше, чем Его народ. Мы с вами Его дети. И это правда. И вот подумайте на секундочку. Ученики в какой-то момент говорят Иисусу Христу. Научи нас молиться. Помните? И помните, как Он сказал? Молитесь же так. Отче наш. Сущий на небеса. Чтобы как-то более проницательно мы поняли, о чем идет речь, я хотел бы, чтобы мы вспомнили те времена, когда Моисей посовец. И все было отчаянно и непонятно. И вдруг является Ему Господь из пламени куста. И вы знаете, как является Господь? Очень сильно, очень величественно и очень славно. И так могущественно, что этот куст горел и не сгорал. И Моисей точно понял, что это не что-нибудь. Это особое присутствие Бога. И Бог говорил с Моисеем. И Моисей трепетал в присутствии Бога. Он снял обувь свою и понимал, что это особенное место. И Бог давал Моисею некоторые указания. Ты пойдешь и поможешь евреям вырваться из Египта, и я буду с тобой. И Моисей задает Богу всего лишь один вопрос. Господи, когда я приду к своему народу, и я должен буду им представить тебя, как мне им сказать, ты кто, Господи? И Бог говорит, я сущий. Вот с этим именем приди и скажи. Моисей пришел. Евреи в рабстве, в безнадежности. И Моисей говорит, я пришел к вам от имени сущего на небесах. Выходить, как это будет. Цепи порвутся. Фараона армия отступит. Воды раступятся. И вы пройдете. Почему? Потому что мы идем во имя сущего. Потому что мы вырываемся из плена во имя сущего. И сущий на небесах, он наш Бог, и он с нами. И потом, во время каждого причастия, каждый отец говорил своему сыну. Сынок, у нас есть Бог. Он сущий. Он великий. Он на небесах. Громы полыхали, когда он приближался к Моисею на горе Синай. Гора дымилась, когда слава Бога наполняла своим присутствием место, где был Моисей, который вывел нас из Египта. Это Бог, в которого мы веруем. Сынок, что бы ни случилось в твоей жизни, уповай на сущего. Так вырастал каждый из апостолов Христовых. В своем детстве. В своей семье. И теперь они перед Иисусом Христом. И говорит, научи нас молиться, как Иоанн своих. И Он говорит, знаете, как молитесь? Сущий на небесах. Но они знают, о ком речь. Отец мой. Даже трудно представить, какую дрожь они испытали в своих делах. Потому что они совсем не так представляли конфигурацию отношений. Да, мы веруем в сущего. Но Он и Его, Его имя в суе нельзя произносить. Перед Ним трепетать нужно. Это что же за смелость назвать Его, которым миры устроены. Назвать Его, который вне времени и вне пространства. Который вездесущий. Который всемогущий. Которому покорено и подчинено все. Все. Пред именем Его трепещет. Все. И вдруг я в своей комнате, поднимая к Нему глаза, говорю, сущий от начала. Отец мой. Это дерзко. Для еврейского уха это очень дерзко. Это святотатство. Это неприлично. Но этой молитве научил Иисус не просто ради словосочетания. А потому что статус меняется. Потому что когда ты приходишь к Нему, Дух Святой наполняет тебя. Главная цель, чтобы сказать тебе в твой Дух. Ты не потерянный. Ты не сирота. Ты желанный и любимый сын. Ты любимая и желанная дочь сущего от начала. Аминь. Если вы каким-то образом общались с сиротами, занимались немножечко, там служили и так дальше. Я думаю, что вот те, кто занимались, они очень четко знают разницу. Например, если ребеночек, что-нибудь происходит, совсем не важно что. Разбил коленку, укусила собака, напугал сосед, упал, братик обидел. Что бы ни произошло, какая реакция ребеночка? Вскакивает, кричит и бежит со словом «мама!» Если мамы нет рядом, папа. Но если вы работали с сиротами, то вы знаете. Если что-то подобное произойдет с этим ребеночком, он забивается в угол, прячется, сжавшись, зализывает раны. Это его опыт. Это характер сироты. Это дух сироты. Нашкодничал он, не нашкодничал. Это реакция сироты на проблему, на ситуацию непредвиденную. Он бежит, забивается в угол, бежит в тень, бежит в кусты, прячется. Так сделал, кстати, Адам, когда вляпался. Так сделал, и Ева так сделал. Это природа сироты. Это наша с вами природа. Нам легче спрятаться. Нам легче убежать, когда что-то не так. Или нам нашкодничали, или мы нашкодничали. Но, друзья мои, вот здесь приходит пробуждение. Здесь приходит осмысление. Осмысление того, что я имею в отцовстве. Что значит для меня сыновство. Он решил быть моим отцом. Точка. Он, сущий от начала. Он, которому повинуется все. Он, который владеет и управляет всем. Он пришел в твою жизнь, в мою жизнь, пострел в твои глаза и говорит, я хочу быть твоим отцом. Он, любящим и добрым. Что это значит? Это значит, когда тебе, когда-либо станет плохо, не убегай. А беги навстречу ему. Аминь. И эта история блудного сына очень ясно показывает. Он был грешным? Конечно. Обсуждать насколько? Смысла нет. Но что характерного в этой истории? Характерное то, что когда он очнулся и понял, что ниже некуда, то он понял, что вариант, куда убежать, это в обятие отца. Вариант, куда убежать, это в обятие отца. Я хотел бы сегодня заострить внимание на этом, на сыновстве. Друзья мои, братья мои, сестры. Мы живем в непростое время. Я тоже следил за социальными сетями, переписками многих, реакцией на обстоятельства, на то, что происходит. Столько страшилок, столько всего, чем только не пугали нас в эти дни. В какие только норы и дыры нас не запихивали. Что бросать и куда бежать. Мы через это все в эти дни проходили. И мне единственное, что хотелось кричать. Эй, постойте, у нас же Отец на небесах. Он же контролирует все. Дело в том, что мы читаем историю, что когда Даниил возвысил свой голос, чтобы искать Бога, помните, сколько времени прошло? 21 день, пока пришел ответ, правильно? История как разворачивается? История разворачивается следующим образом. Но ответ отец услышал, Бог услышал, ответ дал сразу. Но просто между небом и Даниилом был князь персидский некий. Который противостоял. И нужно было одному из архангелов разобраться с ним. Чтобы препятствия в отношениях не было между Богом и Божьим народом. И мы сейчас очень часто это читаем. Но насколько это юридически правильно, друзья? Мы не равняем себя с Даниилом по духовному состоянию, по уровню, по статусу. Конечно, нет. Но есть другая вещь, на которую мы опираемся. Даниил был человеком Бога. В то время так было. Был такой статус, другого не было. Но когда мы с тобой пришли к нему, он предложил. Да, может быть, мы скромно говорили, как тот блудный сын. Хотя бы, Господи, у порога, немножечко, ну под твое покровительство. А он, встретив нас, обнял нас, сказал, нет, таких статусов у меня нет у порога. У меня есть статус сына. У меня есть статус дочери. Принимаю тебя в этом статусе. И потом Христос скажет, я видел сатану, падшего с неба. Что нас отличает от времени Даниила? Нас отличает Голгофа и то, что Христос победил дьявола. На Голгофе опустился в ад. Там победил дьявола. Потом поднялся и сказал, даю вам власть быть детьми Божьими. Аминь. Это не только статус. Это еще власть. Это очень серьезное положение, которое мы должны принять. Которое мы должны осмыслить. Я скажу еще одну мысль, размышляя об этом. Священные Писания говорят нам очень рассудительно. Каждому отцу. Если кто из вас не заботится и не печется о своих, особенно о домашних. О домашних. А кто домашних? Дети. О своих. Если ты это не делаешь, несмотря ни на что и вопреки всему. Не надо аргументировать, какие они дети. Они твои дети. Если ты о твоих детях не печешься. Знаете, что говорят в Священном Писании? Ты хуже неверного. Аминь. Кто сказал эти слова? Эти слова сказал Бог Святым Духом через апостола Павла. Правда же? Так вот, этот Бог, который говорит мне как отцу, Виктору как отцу, Леониду как отцу, Жене как отцу. Это серьезное заявление. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. А Он, наш Отец, может быть другим или нет? Я вижу в этом потрясающее обетование. Тот, который нас как отцов построил и сказал, Несмотря ни на что, проявляйте заботу о своих детях. Проявляйте любовь вашим детям. Благословляйте и благотворите вашим детям. Ибо если вы это не будете делать, вы хуже неверного. Разве Он как отец другой? Когда я размышляю об этом, я думаю, Господи, сколько сокрыто в этом обетовании для каждого из нас. Мы живем в непростое время. Нам необходима Божья благодать. Я хотел бы, чтобы чувство страха ушло. Я хотел бы, чтобы мир от Бога наполнил наши сердца, дети Божьи. Давайте поднимемся для молитвы. Моя молитва будет о том, чтобы Дух Святой, сверхъестественно и могущественно наполнил нас невероятным образом. Чтобы вы почувствовали то, что чувствовал апостол Павел. Он сказал, этот самый Дух, Святой Дух Божий, наполняющий мое сердце, когда мне хорошо или плохо, когда я в безопасности или в страхе, этот самый Дух свидетельствует Духу моему, что я Его дитё. И потом Он как бы берет тебя за плечо, хлопает и говорит, брат мой, сестра моя, мы с тобой приняли не Духа рабства, чтобы жить в страхе. Мы приняли Духа усыновления. Этим Духом взываем Ава Отче, потому что Он благое и милосердный к нам. Мы идём в этот мир и мы живём в этом обществе. И я молю Бога, чтобы печать Пятидесятницы была смыслом жизни каждого из нас, основанием для нашей жизни, церковной, домашней, практической, во времена праздников и искушений, чтобы Святой Дух всегда свидетельствовал Твоему Духу. Что бы ни случилось, у Тебя есть Отец, Сущий на небесах. Твой Отец, Сущий на небесах, Он Твой, Твой Отец, любящий и заботящийся о Тебе. Он дал Тебе перстень сыновства. Ты запечатлён Святым Духом. Помолись в Духе Святом. Наполнись Божьей благодатью. И пусть вера утвердит Твои ноги. И пусть вера поможет Тебе открывать дверь и идти вперёд во славу Бога. Бог с Тобой, Он Твой Отец. Ты всё преодолеешь. У Тебя есть власть быть Сыном Божьим и Дочерью Бога. Аминь. Благословен Господь. Мы молимся Тебе сейчас здесь, в Твоём присутствии. Мы благодарим Тебя за Твою благодать. Мы благодарим Тебя за Твою милость и помощь. Мы благодарим Тебя, что Ты наш Отец, Который на небесах. Ты вырвал нас из этого греховного болота. Ты омыл нас Твоей благодатью. Господи, Ты одел нас в одежды праведности. Оправдал нас независимо от нас милостью Твоею. Господь, мы сегодня празднуем праздник от того, что Ты запечатлил нас обетованным Святым Духом и дал нам власть быть детьми Твоими. И Ты благословил нас быть Твоими детьми. И мы ожидаем славного наследства на небесах, потому что если мы дети, то мы наследники тех Господних обетований, которые приготовлены для нас. И мы рассчитываем, что 24 часа в сутки Твое око печется о нас. Ты обозреваешь всю землю и видишь Твоих детей. Мы в поле зрения Твоем, Господи. Ты бережешь нас. И если Ты запечатал нас, то никакие начертания никто не сможет поставить ни на чело, ни на плечи, ни на руку, никуда, потому что мы имеем печать обетованного Святого Духа. Аминь. Благословен Господь. Прославьте Господа. Он достоин.